Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер И мы в этом видео продолжим изучать программу Крита Дело в том, что я все больше убеждаюсь, чем я больше знакомлюсь с этой программой Тем я больше убеждаюсь, что все-таки это не фотошоп, который заточен под фотографа, дизайнеров и так далее Это все-таки для художников, чтобы вы знали, если вы не хотите в эту сторону идти То вам, скорее всего, такая программа будет не очень полезна А для тех, кто уже умеет рисовать или хочет научиться, это будет самое то То есть разнообразие инструментов, разнообразие возможностей Я сейчас просматриваю кучу туториалов Они все идут в направлении именно рисования Но, тем не менее, мы будем ее использовать еще для своих целей С методами, которыми привыкли к фотошопе И первое, что я сейчас сделаю Я удалю свое визаж Так, удалил И теперь И так как мы сегодня будем изучать выделения, что для меня очень важно То есть вот они, они здесь находятся, различные выделения Мы их все обкопаем, посмотрим, на что они годны Есть ли у них настройки, позволяющие действительно делать хорошее выделение Но, что меня, в общем-то, не устраивало И мне подсказали, как это сделать, конфигурировать Так То есть вот Keyboard И сокращение Так Посмотрим Нам нужно сокращение Нам нужен деселект Деселект Вот То есть это то, что отличается от фотошопа Я не хочу переучиться в этом плане Поэтому мы с вами сейчас сделаем что? Мы сделаем альтернативный сначала, как бы, да? И мы сделаем что? Вот так Вот и все, наверное Прекрасно Окей Сейчас мы это дело проверим Откроем какой-нибудь файл Ну, допустим, вот я хочу поработать вот с этим файлом Вот Так Возьмем просто знакомую нам магическую кисточку И так, не вот сюда Получили выделение Да, теперь попробуем снять Ctrl D Да Все Все это получилось Теперь мы можем с этим работать Так как моя первая задача Это, в общем-то, делать коллажи Соединять те предметы, которые я изготавливаю в 3D В 4D И соединять их с какими-то интересными Бэкграундами Или создавать композиции Поэтому для меня важно, естественно, первое, что изучить Это Как здесь работают выделения Насколько они хороши Насколько им можно доверять Начнем мы, наверное, с самого простого, ребята Вот С этого Квадратика Ну-ка Вот квадратик мы поставили Так Меняем, если хотим Интересно, если мы можем добавить сюда еще один Да Также я зажал теперь Alt И могу им Вырегулировать Так А Ctrl Я делаю побольше Да Пока Нет Alt Может быть, Shift Да Вот Shift-ром я увеличиваю область А Alt-ом, значит, уменьшаю Хорошо Так Теперь следующая задача Подвигать это Так Если я держу, не отпускаю мышь Да Нажимаю Alt Все правильно Я могу двигать Я могу двигать свой этот Отлично Так Следующая проверка Могу я делать квадрат Если я зажму Shift Да, конечно Если я зажму Alt То я могу двигать Прекрасно Прекрасно То есть Функции знакомые Ничего на ВК Нового нет Так Скорее всего То же самое Будет и с Нашей Эллипсом Да Вот он двигается При зажатой кнопке Мыши левой И Alt Потом Я могу Перевести его с Shift В абсолютный круг Так Теперь зажав Alt Вырезать кусочек Оттуда И зажав Shift Добавить Сделать такую Мишку Да Вот Так Ну что ж Интересно Хорошо Мишка получился С этим и все понятно Продолжим По идее Вот если мы сейчас Возьмем Вот такой Кружочек И Перейдем В прямоугольник Зажмем Shift И Alt То в середине Должен быть Этот прямоугольник Для отсекутся Да Так оно и есть Так Ну а для демонстрации Других Возможностей Давайте мы сделаем Сейчас Так Вот Alt я зажал Передвигаю Shift Зажал Делаю И так И вот Если я держу Shift и Alt То у меня все остается Так Кружочка Прекрасно Теперь мы его Заполним Каким нибудь Селененьким Цветом Для Вот так И мы видим Теперь выделение У нас Вокруг Этого Шарика Да Давайте попробуем Ctrl Shift Фотошоповский И Да Теперь мы выделили Уже Белую плоскость Эту Так Ну что ж Это тоже работает Ctrl D Убираем Выделение Прекрасно Кстати Все эти действия С выделениями Так Вот Я выделил Сейчас Белую Ctrl Shift И Здесь Теперь Зеленый Круг А здесь Они находятся Вот они Инвертировать А вот это Интересно Конвертировать В Вектор Селекшн Это как? Пока не знаю Ладно Пока это Откажемся От этого Потом Улучшим Ну а сама кнопка Уже Многообещающая Дальше Что мы можем Дальше Сделать Так Передвигаясь Здесь не с помощью Этой кисточки Вернее К стрелочке Это Для вектора Как я понимаю А у нас Есть Вот Мовиту Вот Мы с помощью Его можем двигать С помощью Мовиту Ну вот К трансформации Мы еще Подойдем С вами Так Хорошо Теперь Посмотрим В эту сторону Это у нас Ничто иное Как я понимаю Выбирать Многоугольники Для Круга Это мало Подойдет То есть Это будет Грубо Ну я вам скажу Так Что в фотошопе 6 Действительно 6 Не CS6 Там Или еще Что-нибудь Кроме Вот этого Ничего Не было В общем-то Ну Были еще Но вот этим Основное Мы выделяли Причем Чем больше Ставили точек Тем Круглее Это оказалось Ну понятно То есть Это тоже Не совсем Удобный Инструмент Как и Вот это Я думаю Что это Ничто иное Да Это быстрое Выделение Лассо Но Это Для детей Скажем так Наверное Или кто хочет Очень быстро Так что-то Выделить Так раз Взял Выделил Так раз Выделил Красота Так Волшебная палочка Я думаю Что тут Нет никаких Вариантов Или так Или так Единственное Что бы Меня интересовало Это Настройки Но мы Я думаю К ним Сейчас Придем Настройки То есть Должна быть Какая-то Растушевочка Да Ctrl Ctrl Shift Вот Я сделал Здесь Ну-ка Я сейчас Посмотрю Select Вот это Наверное Умшальд Эпзекс Сейчас Посмотрим Умшальд Это Шит Эпзекс Везли Да Вот это Вот растушевочка И есть Мы можем Сделать Мягкую Совсем И можем Сделать Жесткую Ок Это радует Единственное Что Мы должны Будем Еще Испробовать Эту растушевку На других Тоже Выделение Пока Код Флд Так Дорогие Друзья Давайте Делаем Вот что Дело в том Что я Понял Что мне С английским Изучать плохо Лучше было бы С немецким Но вам С немецким Будет плохо Поэтому Давайте Сделаем Компромисс Я поставил Программу На русский И Пока Изучаем Будем на русском Делать Хорошо Так Я зажимаю Shift Двигаю Ставлю сюда Я обнаружил Что Вот здесь У меня То есть Желтый Зеленый Я поставил Допустим Да Если Я хочу Залить Зеленым То Я переключаю Вниз И Вот Тоже Ctrl Стрелочка Получается Обратно Стрелочка Получается Заливка Так Теперь Я убираю Это Ctrl Д Очень удобно Когда Все работает Так же Как привычно Далее Вот давайте Мы сейчас Попробуем Еще Один Futures Ага Вы видите Она Стала Больше Чем Сам Круг Поэтому Пойдем Кому В параметры Область Захвата Увеличение Уменьшение Выделения Мы можем Поставить Это На 0 Так Область Захвата Пока Тоже Один Оставим Радиус Тоже Поставим Пока На 0 Посмотрим Как это Действует Вот Теперь Сейчас Все нормально То есть Мы можем Увеличивать Уменьшать Радиус Выделения Как я Понимаю Ну-ка 23 пикселя Да Вот Увеличился Так А чтобы Уменьшить Я должен Это радиус У нас Я могу Вот Минус 40 Сделать Или Минус 26 Вот Оно Уменьшается Хорошо Область Захвата Это Типа Растушевки Я думаю Так Проверим Область Захвата Немножко Непонятно Что Вот Это Радиус Это Область Захвата Я догадываюсь Вообще Что это Такое Это В общем Как он Реагирует Если Это Будет Предмет Не четко Такой Выраженный А Допустим С каким Ну С тенью К примеру Да И он Будет Если Лба Захвата Уширить Расширить Он Будет Захватывать Все Уменьшить Будет Захватывать Только Это Это Понятно Так Обычно В фотошопе Стоит По умолчанию 32 Ну Хорошо Ограничиться Текущим Слоем Вот Ограничиться Текущим Слоем Так С этим Все Понятно То есть Мы Можем Настраивать Это Дело Можем Расстраивать Это Дело Так Ресет Нет Ресет Чтобы Все Вернуть На Круги Своя Нет Ну Ладно Хорошо Вот С этим Мы Разобрались Теперь Здесь Есть Две Интересные Штуки Выделение По схожим Цветам Так Выделение Кривой Безье Вот Интересно Посмотри Как Она Работает Для Схожих Цветов Допустим Если Я Хочу Вот Возьму Этот Так И Вот Если По схожим Цветам То У меня Схожий Цвет Это Белый Ну Да Вот Он Взял По схожим Цветам И Здесь Он Мне Показывает Что У меня Белый Здесь Как Б Попропал Немножко То Ну Слился Ну Это Не страшно В этом Случае Пока Мы Изучаем Конечно Я Должен Думать Теперь Ctrl Shift И Мы Ее Угу И Вот Пока Ничего Не делось Область Захвата 20 Стоит Ну Это Вот То О чем Я Говорил Что В Фотошопе Там Чувствительность Эту Мы Поднимаем Или Опускаем Давайте Поставим На 20 Пока И Скажем Ctrl Ну Попробуем Ctrl J Да Он Сработал Но Не Так Как Я Хотел Назад То есть Я Теперь Возьму Ctrl C Ctrl F Ну Вот Теперь Он Сработал Немножко Подтормаживает Почему То Хорошо Теперь Чтобы узнать Как У нас Это Выглядит Давайте Новый Слой Поставим И Заполним Его Черным То есть Видите Я Передвинул Здесь Теперь У меня Бэкграунд Черный Я Беру Ctrl Стрелка На Белом Я Вам Скажу Довольно Чисто Ребята Очень Чисто Есть Косяки Это Вот Здесь Косяк И Здесь Косяк Но Это Моя Вина То есть Белый Он И Выбрал Белый То есть Это Вот Хорошо Действует Это Хорошо Действует Это Меня Радует Так Теперь Давайте Попробуем Последнее Это Вот Выделение Кривой Безье Так Ну и Последнее Из этой Области Выделения Это Вот Выделение Кривой Безье Ну Давайте Кривая Безье Вот Она Тянем Делаем Кривую Безье Интересно Что Не остается Здесь Эти Кривые Точки Для поправки Чего Либо Это Интересно И Странно Так Если Я хочу Перейти В Прямой Режим Вот Достаточно Кликнуть Один Раз То есть Вот Тут Я могу А Дальше Опять Это Немножко Разочаровывает Ребята Потому Что Я Привык Что Кривой Безье Я Могу Управлять Возможно Как-то Это Можно Где-то Настроить Но Пока Я Не вижу Параметры Инструмента Больше Здесь Ничего Нет Ауто Смот Курва Но Это Примерно Я догадываюсь Что-то Так Сглаживание Автоматическое Сглаживание И Он Сразу Превращается В Выделение Так Прилипание К радиальным Направляющим Это Не то Включить Прилипание К углам Ну вот Прилипание К углам Включается Что-то Не особо И Как только Начинаю Делать Другой У Та То Выделение Как бы И И Вчезает Так Ну-ка Я Сглаживание Выберу Вот Сглаживание К этому Относится Аутосмот Уберу Интервал Между углами 15 Включить Прилипание К углам Отключим Нет Я не вижу Никаких Изменений Только что Вот Я могу Вот Так Это Делать Ну Ребята Это Тоже Не дело Как бы Да В этом Случа Я не говорю Про Иллюстрейтер Иллюстрейтер Это Лучший Инструмент В Иллюстрейтере Самый Удобный Самый Приятный Но С фотошопом Тут Тоже Скажем Так Эта Штука Проигрывает Возможно Ребят Возможно Есть Вот Здесь Как бы Векторные Какие-то Штуки Которыми Потом Я думаю Можно будет Научиться И управлять Как-то Я Надеюсь Ну Пока Вот Я сказал Что Я не в восторге От этого Последнего Этот Хорош Вот Выбирает Чисто Замечательно Мы Что-то Нарисовали Наверное Да Векторный Слой Тут У нас Прилился Он Не должен Быть У нас Мы его Вырубаем Ctrl D И еще Раз Пробуем Ну Пока Можно Пользоваться Вот этим Смотрим Да Все Хорошо То есть Временно Скажем Так Выделением Он Ну Не Блещет Это Программа Не блещет Выделением Пока Пока Я не знаю Всех ее способностей Но Вот То Что До сих пор Удалось Уяснить Ну На этом Я пока Прощаюсь Ребята Следующие У нас Наверное Будет Разборка Уже С кистями То есть Выделять Научились Хорошо Будем Работать Смотреть Как Работают Кисти